Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Ураган. Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Её отец, фермер Джон, целый день работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с колёс и поставленным на землю. Обстановка домика была бедна. Железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. Рядом с домом, у самой двери, был выкопан ураганный погреб. В погребе семья отиживалась во время бурь. Степные ураганы не раз опрокидывали лёгонькое жилище фермера Джона. Но Джон не унывал. Когда утихал ветер, он поднимал домик, печка и кровати становились на места. Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки, и всё было в порядке до нового урагана. До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где фермеры сели пшеницу и кукурузу. Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям чудесные ветряные мельницы. Широкая степь не казалась Элли унылой, ведь это была её родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили её. Быть может, потому что в дешёвых Эллиных книжках были нарисованы плохо. Когда Элли становилось скучно, она звала весёлого пёсика Татошку и отправлялась навести Дика и Боба. Или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки. Татошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен собой и своей маленькой хозяйкой. У Татошки была чёрная шерсть, остренькие ушки и маленькие забавно блестевшие глазки. Татошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день. У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а отец учил её читать, писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была ещё слишком мала, чтобы ходить туда каждый день. Однажды, летним вечером, Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала бельё. И тогда сильный, могучий богатырь Арна-Ульф увидел волшебника ростом с башню, нараспев читала Элли, вводя пальцем по строкам. Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь. — Мамочка, — спросила Элли, отрываясь от книги, — а теперь волшебники есть? — Нет, моя дорогая, жили волшебники в прежние времена, а потом перевелись. Да и к чему они? И без них хлопот довольно. Элли смешно наморщила нос. — А всё-таки без волшебников скучно. — Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса. — Какие же, например? — улыбаясь, спросила мать. — Ну, какие? Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник или... Элли грустно посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. — Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки. — Туфельки ты и без волшебника получишь, — возразила Анна. — Поедешь с папой на ярмарку, он и купит. Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины. С потолка свешивались связки сушеных мышей, привязанных к веревочкам за хвостики, как к луковке. Длинная толстая змея обвелась вокруг столба и равномерно качала плоской головой. И много еще всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. В большом закопченном котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки. «Куда это подевались змеиные головы?» — злобно ворчала Гингема. «Не все же я съела за завтраком! А, вот они, в зеленом горшке! Ну, теперь зелье выйдет на славу! Останется же этим проклятым людям! Ненавижу я их! Расселились по свету! Сушили болото, вырубили чаще, всех лягушек вывели! Змеи уничтожают! Ничего вкусного на земле не осталось! Разве только червячком полакмешься!» Гингема погрозила в пространство костлявым и ссохшим кулаком и стала бросать в котел змеиные головы. «Ух, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам! Покороплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало!» Гингема подхватила котел за ушки и с усилием вытащила его из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. «Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, кроши! Опрокидывай дома! Поднимай на воздух! Сусака-масака! Лема-рема-гема! Бурида-фурида! Сама-пема-фема!» Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом. И небо омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии. «Круши! Рви! Ломай!» Дико вопила колдунья. «Сусака-масака! Бурида-фурида! Уничтожай ураган людей и животных птиц! Только лягушечек, мышек, змеек, паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножаются на радость мне, могучей волшебнице Генгиби! Бурида-фурида! Сусака-масака!» И вихрь завывал все сильнее и сильнее, сверкали молнии, оглушительно грохотал гром. Генгема в диком восторге кружилась на месте, и ветер развивал полы ее длинной мантии. Вызванный волшебством Генгемы ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии. Татошка беспокойно бегал, задрав голову, и задорно лаял на тучи, которые быстро мчались по небу. «Ой, Татошка, какой ты смешной!» — сказала Элли. «Пугаешь тучи, а ведь сам трусишь!» Песик и в самом деле очень боялся гроз. Он их уже немало видел за свою недолгую жизнь. Анна забеспокоилась. «Заболталась я с тобой, дочка, а ведь смотри-ка, надвигается самый настоящий ураган!» Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по ней, как по реке, покатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. «Буря! Идет страшная буря!» — закричал он. «Прячь тысь скорее в погреб, а я побегу, загоню скот в сарай!» Анна бросилась к погребу, откинула крышку. «Элли, Элли, скорей сюда!» — кричала она. Но Татошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. И в это время случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху. В дверях фургона показалась испуганная Элли с Татошкой на руках. «Что делать? Спрыгнуть на землю?» Но было уже поздно. Домик летел высоко над землей. Ветер трепал волосы Анны. Она стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в темное небо, поминутно освещаемое блеском молний. Ураган все бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху. Татошка, потрясенный тем, что творилось вокруг, бегал по темной комнате с испуганным лаем. Элли растерянная сидела на полу, схватившись руками за голову. Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гулял так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все еще летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе татушку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула. Дорога из желтого кирпича Элли в удивительной стране живунов Элли проснулась от того, что песик лизал ей лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собралась рассказать о нем матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву. Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка. По краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие ярким опереньем. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток. В воде резвились серебристые рыбки. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли. На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы. Их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин. На остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Вдали, за плодовыми деревьями, виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти ближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли. Но старушка смотрела на нее с явным недоумением. Трое мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. Динь-динь-динь! Прозвенели бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая. Старушка обратилась к Элли. «Скажи мне, как ты ощутилась в стране живунов, милая дитя?» «Меня принес сюда ураган в этом домике», робко ответила Элли. «Странно, очень странно», покачала головой старушка. «Сейчас ты поймешь...»